Приветствую вас на нашем канале, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня мы находимся с вами в спальном районе Анапы, микрорайон Алексеевский. Хотим вам с Андреем, кстати, Андрей у нас сегодня почти что оператор, иногда будет появляться в кадре. Всем привет, привет. Ну и с вами, конечно, я. Хотим вам сегодня с Андреем показать интересный объект. Чем он интересен, спросите. Первое, это цена. Сейчас хейтеры сразу, а ну давайте озвучивайте цену сразу. Цена, цена, а никто не озвучивает. Тысячу первый раз говорим, почему мы не озвучиваем цену в видео, потому что рынок недвижимости, он очень нестабильный в Анапе. В основном он всегда медленно, но верно поднимается вверх, за редким исключением. Поэтому цену мы указываем, актуальную цену Андрей укажет вам под видео в описании. Значит, первое, чем интересен этот объект, это ценой, загибаем пальчики, ценой. Второе, объект интересен также для сдачи летом гостям нашего курорта или также в межсезонье. Еще замечу, стало очень модно, да, и часто пользуется спросом. Это продажа объектов, коммерческих объектов под апартаменты. То бишь берется гостиница и номера продаются по отдельности. Здесь у нас ценообразование тех же самых апартаментов, но в гостинице у вас постоянно шумные коридоры, постоянно это либо кухня общая, либо, ну, вообще места общего пользования, да, скажем, общие. Здесь у нас все отдельно, а цена, цена равносильная. Так что я думаю, стоит обратить ваше внимание именно на данный объект. На сегодняшний день, на мой взгляд, вот, штудируя рынок, да, даже в ближайшую, да, локацию, я могу с уверенностью сказать, что данное предложение эксклюзивное от нас, и оно самое интересное. Здесь шестиэтажный дом, монолит. Год постройки у нас 2012, то есть дом достаточно свежий. Рядом у нас находятся продуктовые магазины, детская площадка, это за домиком сбоку находится, и беседочка такая уютная для посиделок. Скажу больше, в пешей доступности новая школа на улице Спортивной, также есть детсады, все это в пешей доступности. Детская поликлиника. Детская поликлиника, опять же. Ну, про остановку общественного транспорта мы вообще молчим, она тут в двух минутах ходьбы. Пройдем уже в квартиру. Пойдемте посмотрим, да. Прошу вас, Елена. То есть, смотрите, мы попадаем в подъезд. Ступеньки у нас с перилами. Ну, конечно, сейчас вы уже все поняли, что мы спускаемся в Соколь, но когда мы попадем в эту квартиру, мы с вами нападем. Прошу обратить сразу внимание на качественную входную дверь. Пожалуйста, мы попадаем сразу в квартиру. Перед глазами у нас зона хранения. Елена, можно, да, показать? Для верхней одежды. Достаточно глубокий шкаф, да. Ну, также раздвижные. И, в принципе, то же самое. И с этой стороны, да. Зеркало. Как вы любите, да, Елена? По феншую. Должно быть, кстати, всегда. Да, когда вообще куда-то уходишь, посмотри, он на себя поправился и пошел. Я замечу, что высота потолков 2,8 метра. Натяжные потолки. Да, потолки. Точечное освещение. Точечное освещение мы с вами видим. На полу плитка. Общая площадь у нас 32,5 квадрата. Это полноценная однокомнатная квартира. Заметьте, какие большие окна. И что мне еще понравилось, что мне еще, кстати, понравилось, не как в других цоколях, нет вот этих вот труб, которые по потолку тянутся. Коммуникации, да. Их просто здесь нет, да. Также я вижу, установлена сплит-система. Абсолютно новая сплит-система, да, вижу. Отопление здесь электрическое, тариф, кстати, пониженный. Что естественно, да. Что естественно, да. По поводу мебели, что остается? Остается буквально все, кроме вот этого дивана. Это диван хозяйке просто сердцу дорог. Она его заберет. А так диван угловой, он раскладывается, это полноценное двуспальное место. В комнате здесь на полу, кстати, ламинат. Подсветка, да, рабочая здесь. Я уже даже подумываю, такой удобный сделать. Мне, кстати, понравилось. Дальше. Сосмещенный у нас санузел. Ремонт свежий. Стиральная машинка. Стиральная машинка остается тоже. Мне, кстати, нравится это сочетание такое обоев. Вроде бы они вообще разные, а оно все равно сочетается. Ну и попадаем в кухонку. Небольшая, но по мне она достаточно уютная. Квадратов 7, наверное, на кухне есть. Электропечь, холодильник тоже остается. Рабочий холодильник. Электропечь с духовым шкафом. И что, кстати, немаловажно, на кухне тоже у нас есть окна. Когда жарите, парите, окошко на проветривание открыли. Ну и вытяжку, в принципе, можно поставить. Окошко на задний двор. И, кстати, мы еще не упомянули, во дворе есть небольшая детская игровая площадка. Ошибаетесь, Андрей Валерьевич. Я упоминала в начале видео это. Видите, режиссер за вами уже даже и не углядит. Просторный коридор. В принципе, зоны хранения здесь хватает. Ну, можно что-нибудь еще в эту нишу придумать. Слушай, я бы сюда цветы поставила. Или так. Прям вот. Вам лишь бы цветы где-то поставить. Вот скажите, пожалуйста, вот в комментарии. Вы бы, когда вот под нашему видео, вы бы поняли, что это цоколь? Вот для меня это полноценная однокомнатная квартира. Почему мы ее и презентуем в том плане, что можно здесь и жить, и летом сюда приезжать, отдыхать и также сдавать. В плане бизнеса купили и сдавать. И удобное расположение в плане локации. И инфраструктура вся рядом. И до моря. Ну, до моря минут 20. До центра Анапы минут 20 в развалочку. Ну, до береговой линии, до среза воды. Ну, пускай будет 30 минут. Вот, так что я считаю, что в данный момент это наинтереснейшее предложение в данный момент, друзья. Пишите, звоните. Мы всегда для вас на связи. Всегда открыты. Номер телефона, в принципе, у вас у всех есть. Ну, если что, на канале вся подробная информация. Все контакты у меня также и оставляют. Ты забыл сказать, что мы на связи тогда 24 на 7. Для вас 24 на 7. Я даже не упоминаю. Это, само собой, разумеется, факт. Все. Всем счастливо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»